Парк Патриот Парк Патриот Экс-заместитель Шойгу, в отношении которого возбуждено уголовное дело. Всего у бывшего министра обороны было 12 замов. Также это уже 11-е уголовное дело против окружения Шойгу. Удивительно, как в такой кампании оленевод сумел не запятнаться и возглавить Совет Безопасности Росфедерации. Вот в этом и прощу. Сразу вопрос. Еще один зам Шойгу арестован. Скажи, пожалуйста, что тебе известно о фигуре Попова, что удавалось находить и как бы ему характеризовать его работу на должности замминистра обороны? Нужно сказать, что это действительно удар прямо по команде Сергея Шойгу. Потому что, безусловно, среди его заместителей были люди как личные, ему верные, так и, можно сказать, чуть-чуть посторонние навязанные. Вот как раз Попов, это прямо из команды непосредственно Шойгу. Он с ним работал и в МЧС, был довольно непубличным, попадал в новости только как самый богатый спасатель. Вот он там заработал в каком-то году рекордную сумму для сотрудников МЧС. И Шойгу, когда пришел в Минобороны, взял его с собой в МЧС. Сначала на скромную должность помощника, но уже, по-моему, в конце 2013 года повысил до замминистра. В общем, он доверял ему задачи, где нужно максимально что-то там скоординировать и упростить. И надо сказать, что хоть Попов и пришел из МЧС, как и многие, ну не многие, но некоторые заместители министра обороны бывшей, типа того же Цаликова, надо сказать, что он все-таки человек военный. То есть он сначала, наоборот, из армии пришел в МЧС, а потом снова вернулся в армию. Потому что он там заканчивал и военную академию Фрунзе, и служил в советских войсках еще в Германии. И, в общем, в МЧС попал именно из армейской структуры. Надо сказать, что он там координировал такое создание национального центра управления обороной. И как раз он создавался, в общем, на случай войны. Он должен был координировать действия всех ведомств во время войны. В общем, такой был замминистра обороны на случай войны. В общем, и несмотря на то, что он все время человек был служивый и в армии с советских времен, и в МЧС, и потом снова Министерство обороны, действительно накопил на дорогостоящую недвижимость. Я писал, в частности, про квартиру, престижную ЖК «Смоленская застава» в Москве. Нет, правда, он ее все-таки получил бесплатно, именно эту квартиру от Министерства обороны. Стоимость, по-моему, десятки миллионов рублей она оценивалась тогда. Но у него была еще и самостоятельно приобретенная недвижимость, в том числе дом. Вновь рядом с Барвихой, можно сказать, он поближе к Рублевским завсегдатам поселился. Это один из его объектов недвижимости, дорогие автомобили. Ну, в общем, он вел такую жизнь, нетипичную для обычного офицера российской армии, да даже для генерала. Не все генералы такую жизнь престижную ведут, как вел Попов. И меня не удивляет, что к нему возникли претензии коррупционного характера. В этой связи даже интересно, что все-таки зачистка команды «Шойгу» продолжается спустя такое время. И вот очередной зам... Вот этот вот речевой оборот, зачистка команды «Шойгу», он довольно часто звучит. Скажи, пожалуйста, ну вот мы сейчас в реальности, в которой этот зам, этот зам, этот зам оказались мошенниками, жуликами, ворами. А сам «Шойгу» как будто такой заложник ситуации. Навязали ему вот этих вот замов, которые оказались ворюгами. Понятно, что в это никто не верит. И так как сажают все его окружение, удастся ли ему выйти сухим из воды? Или все-таки за ним тоже в ближайшее время придут, потому что трогают сейчас буквально приближенных к нему людей? «Шойгу» навязали замов, а самого «Шойгу» навязали Путину. Сначала навязали должность министра обороны, а теперь секретарь Совета безопасности, между прочим, тоже немаленькая должность. А бы кого не назначают. В общем, я говорил уже как-то, повторюсь, что я поверю в то, что действительно дойдут руки до «Шойгу», когда пойдет его самый приближенный зам, Руслан Цаликов, про которого мы с тобой, Руслан, тоже делали расследование. Когда за решеткой окажется Руслан Цаликов, тогда я поверю, что следующим может быть Сергей Шойгу, и что его сдадут, несмотря на все политические риски. Потому что, безусловно, Сергей Шойгу один из таких столпов политической системы России, можно сказать, алицетворяет во многом политическую систему России. Достаточно вспомнить, что он вообще-то один создатель партии «Единая Россия». И даже на последних выборах возглавлял список партии «Единая Россия». На минуточку. Сергей, на твой взгляд, продолжится ли это уничтожение наследия «Шойгу»? То есть его будут продолжать вымарывать из политической элиты? Или все-таки есть конечная точка у этих расправ, точнее внутривидовой борьбы, которая сейчас происходит с бывшим руководством Минобороны? Ну, вымарывают, удалят его фото совместно с Владимиром Путиным, когда они собирали грибы, а кажется, что Владимир Путин один ходил по лесу без «Шойгу». Не уверен. Действительно, я думаю, что Путин все-таки не сдаст «Шойгу» и все-таки удастся ему пересидеть на этом теплом месте. И все-таки придется ему принимать справедливое наказание уже после Путина в новой политической реальности. Но опять повторюсь же, я не замекаюсь, если завтра арестуют Руслана Цаликова, то я уже буду говорить, что следующим должен быть Сергей Шойгу. И я уже в это практически верю. Ну, вы понимаете, что это такое происходит или нет? Кто-то понимает это? Что случилось? Почему все это происходит? Я не понимаю, почему. Потому что... Ну, потому что... Потому что потому... Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»